Когда мы говорим о временной составляющей, у Бодриара существует положительное и отрицательное время. И точкой отрицательного времени является первобытное общество. Это его конец. И дальше начинают там общество потребления и сейчас фрактальное так называемое общество. Общество. И вот все, что от первобытного времени назад называется историей. То есть это некая история. И обратите внимание, что вот это 19 век. 19 век. 19 век. И обратите, фрактальное общество это по сути свои порождения. Порождение фрактального времени. То есть по сути возникает понятие фрактального времени. А фрактальное время это геометрическая форма времени. То есть фрактальное время это геометрическая форма времени. То есть по сути определенная конфигурация. то есть по сути своей сегодня мы имеем фрактальную систему, то есть состоящую из геометрических форм времени. Точнее конфигурации. То есть по сути вот эта основа мира конфигуративная сегодня, она что? непредсказуемо. То есть мы не знаем конфигурации. Это конфигурация X. То есть по сути своей конфигурация это блоки, элементы того, с чем мы располагаем. Знаете, как конструктор лего. Лежат куски. С этих кусков можно строить разные дома, подъемные краны и так далее и тому подобное. Но у нас есть X. То есть конструктор сам по себе неизвестен и сам по себе неизвестно количество вариантов конфигурации. Вариативность. У человека вообще с вариатором, как вы помните, не очень. В виде. И получается, что при такой комбинации мы получаем следующие, по сути своей интересные вещи, то есть способности человека становятся равны конфигурации. способности равны конфигурации. в этой ситуации весь прикол как бы заключается в том, что конфигурация неизвестна, способы построения конфигурации неизвестны, вариативность конфигурации неизвестна, что порождает что? Обязательную ущербность. Давайте я покажу, как это у нас выглядит. Чтобы вам было понятно. Когда человек приходит заниматься прикладной наукой, он решил ей заниматься, у него возникает первая конфигурация, которая называется раструб. Это первая конфигурация человека. То есть все предельно понятно. Человек раструб изучил, и пошел его что? Использовать, добиваться с помощью него неких результатов. Когда человек приходит куда-то учиться в другое место, у него никогда не возникает конфигурации. То есть, по сути своей, у него нет способностей. такой термин термин даже не используется. он у нас заменен на знания. Знания не создают конфигурации. То есть, сколько бы у вас не было знаний, конфигурации не возникнет. Соответственно, это так называемая обязательная форма ущербности. То есть, раструб потом расширяется до сектора, потом расширяется до ПДТ, до доспеха, и так далее. То есть, по сути, конфигурация увеличивается, конфигурация увеличивается инструментально, и возможности достижения результата увеличиваются. Способности человека все больше и больше и больше становятся. Когда мы имеем дело с обучением, мы не имеем дело со способностями. мы имеем дело со знаниями. Знания не дают конфигурации и порождают обязательную форму ущербности. Обязательная форма ущербности это та вещь, которая является болезнью этого общества. и когда потом, помните, начинают кричать, что мне не нужны профилактические аресты, мне нужны результаты, обращаться не к кому. Потому что отсутствует конфигурация. То есть, по сути своей, когда это общество развивалось во фрактальное, оно само себя поставило на колени. То есть, по сути своей, знания никому не нужны. сегодня. Американские компании вывешивают объявления сегодня и говорят о том, что нас не интересует, где вы учились, какие у вас дипломы. Только то, что умеете. То есть, в резюме даже не пишите образование, пишите только навыки. Но навыков нет. Откуда они могут появиться? Потому что отсутствует конфигурация. То есть, обязательная форма ущербности делает человека винтом в компании. То есть, элементом технологической системы, в которой использовать можно только телесные способности человека. То есть, по сути, человека как бы я бы сказал так очень хорошее слово было бы отождествляют с биороботом. То есть, человечество на сегодняшний день биоробота создать не смогло. Зато оно смогло превратить своих, так сказать, соотечественников в этих биороботов. То есть, самый лучший биоробот это человек. Почему? У него нет себестоимости. он бесплатный. То есть, по сути, свои вы покупаете машину бесплатно. при том, какую машину. То есть, по сути, у него нет себестоимости. вы покупаете машину бесплатно человека и после этого вы только оплачиваете расходы по эксплуатации. Пиоробота. То есть, смотрите, по сути, смотри, это прекрасная идея. Купить бесплатно Мерседес. Только бензин заливать. Масло менять. И эксплуатировать. Когда он вам надоест, можете выбросить. И купить нового. Свеженького. Мало того, человеческий биоробот, он намного интереснее Мерседеса. Вот поверьте мне. Во всех смыслах этого слова. В нем можно сочетать множественные функции. То есть, смотрите, если вы покупаете Мерседес, у него одна функция. Оно будет вас возить. Когда вы будете рулить. Но если вы покупаете биоробота, у него может быть множество функций. Очень много. Например, биоробота можно заставить убирать. Биоробота можно заставить готовить. Биоробота можно заставить заниматься чем вам заблагорассудится. Развлекать вас. Мало того, его еще можно заставить работать. То есть, он может делать очень много биоробота. При этом, за всю эту мультипликационную функцию только расходы по эксплуатации. То есть, человеческий биоробот это самая дешевая машина на Земле. С одной стороны и самая функциональная с другой. Или многофункциональная. И совершеннейшая глупость с точки зрения нашей цивилизации создавать биоробота. Потому что лучше, чем человека, биоробота не существует. И с моей личной точки зрения, вот эти все желания создавать биороботов, там всяких машин, это всего лишь навсего прикрытие, что типа мы из людей не делаем биороботов. Для того, чтобы никто не догадался, что из большинства человечества давным-давно сделаны биороботы. Мало того, это не просто биоробот. Он самоорганизованный биоробот. Смотрите, для того, чтобы вам эксплуатировать машину, вам нужно ее поставить на машину, привезти на завод, прикрутить ее. И этот станок будет работать. Смотрите, это уникальная система. Она сама ездит домой, сама спит, сама жрет, сама испражняется и сама к 9 утра прибывает на работу. Это уникально. Ни один биоробот в мире не сможет никогда этого повторить. Обратите внимание, что всего нужно было сделать для того, чтобы появились биороботы. Нужно было сказать, что знание – основа жизни. Один ход сделал биороботами значительную часть человечества. Отсутствует конфигурация, отсутствуют способны. Что не может биоробот? Он не может ни за что отвечать. То есть, у робота нет ответственности. Именно поэтому роботу нужен руководитель, то есть, кибернетический центр управления. Роботу нужен руководитель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова